Речка, солнце, свежий воздух. И более 250 человек, купивших земельные участки, чтобы наслаждаться всем этим. Речь идет о построенном в пойме реки Воря в окрестностях деревни Аксинина, дачном поселке под названием Сады на реке. Вот только никакого узаконенного проезда к потенциальному оазису загородной жизни нет. По многочисленным обращениям жителей на месте провел рабочее совещание глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков. Выехал совместно с председателем Совета депутатов Еленой Мокринской, руководителями профильных направлений администрации округа и представителями правоохранительных органов. Сады на реке – это территория в 72 гектара, размежеванная на 720 отдельных участков. У нее четыре владельца, один из которых свои участки распродал. Те, кто приобрели землю, собрались строиться, но оказалось, что дорога, заявленная продавцом, проходит по частному полю, владелец которого, хоть и сам его не использует, возражает против проезда по своей земле. Осенью прошлого года Садам было выдано разрешение на размещение проезда и началось его строительство. Порядка километра трассы полюса уже проложили, но тут взмутились соседи. Потому что дальше два варианта – либо через деревню Аксинина, либо в непосредственной близости от участков, выделенных администрацией муниципалитета для многодетных семей. И те, и другие против постоянного транспортного потока мимо своих домов. Андрей Булгаков лично прошел пешком и осмотрел все варианты подходов и подъездов к Садамной реке. Вариант размещения дороги согласно выданному разрешению после консультации с жителями посчитал нецелесообразным, что было встречено аплодисментами Аксининцев и многодетных. Все, вы больше не воюйте. Я РНР отменил. Пожалуйста, вы занимаетесь этим. Спасибо, спасибо большое. Понимая востребованность этой дороги для дачного товарищества сады на реке, но в том месте и в том разрезе дорог делать нельзя и размещать такой объект тоже. Я полностью согласился с мнением жителей деревни и многодетных семей, которые там тоже строят свои дома. Люди, купившие участки в поселке Сады на реке, по сути оказались заложниками ситуации. Некоторые уже начали обживаться в живописном уголке подмосковной природы. Но и бытовые вопросы надо решать. А по нелегальному проезду по полю, как видно, скорая помощь или пожарные даже в хорошую погоду вряд ли проедут. Глава округа, понимая всю сложность ситуации, предложил вариант законодательного использования частной территории без ее изъятия у собственника в пользу муниципальных нужд. Дальше, чтобы помочь людям, которые тоже оказались в беде владельца земельных участков в садах на реке, мы сейчас реанимируем возможность организации публичного сервитута на частных землях. Для того, чтобы у них была возможность организовать дорогу для подъезда скорой помощи, но и для личных нужд. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.